Научные открытия изобретательного и любопытного современного человека. Пять ключей отопрут двери в будущее. Первый из них состоит из нулей и единиц. Это цифровая форма информации. Благодаря цифровой революции возможности расширяются, а наша жизнь быстро меняется. Второй ключ — новые материалы. Человечество более не ограничено веществами, встречающимися в природе. Благодаря искусственным материалам мы достигли новых рубежей. Третий — генная инженерия. В наши дни пищи хватает на всех, но в ближайшем будущем ситуация может измениться. При помощи генной инженерии мы способны справиться с надвигающейся угрозой. Четвертый ключ — мутации. Мутации — причина болезней, но в то же время важная движущая сила эволюции человека. В одном из фильмов мы раскроем секрет этого интереснейшего явления. Пятый ключ — солнце. Потребности человечества в энергии кажутся безграничными. Солнце может стать в будущем надежным источником энергии. Этими пятью невероятными ключами мы откроем двери в будущее науки. Пять ключей. Сегодня мы отправимся в невероятное путешествие. На Земле есть поразительные места, которые мечтает увидеть каждый турист. Гималай, Сахара, Тихий океан. Вы можете посетить их, не выходя из комнаты. Выбирайте направление и окажетесь там в мгновение ока, вне зависимости от расстояния. Даже подводное плавание возможно в путешествии по виртуальной реальности. Скоро весь мир будет оцифрован. На этом основаны новейшие технологии, сделавшие нашу жизнь комфортной. На безобидных комбинациях нули и единиц. Их простота кажущаяся. Они наш ключ в цифровую эру будущего. Фильм первый. Нули и единицы. Мир цифровых технологий. Когда мы выходим на улицу, то сразу попадаем под настоящий обстрел. Мы воспринимаем бесчисленные сигналы. Солнечные лучи, невидимые электромагнитные волны, движение воздуха, колебания почвы и даже звуки человеческих голосов. А если человек не обращает на них внимания, сигналы теряют смысл. Но если мы вдумываемся в их значение, сигналы превращаются в информацию. Даже в первобытные времена человек не выжил бы без информации. По тени от солнца определяли время суток. По направлению ветра предсказывали погоду и смену времен года. А охотники умели выслеживать дичь, ориентируясь на звук. Постепенно люди научились накапливать информацию в течение жизни и передавать ее из поколения в поколение. Современная жизнь стала намного сложнее. И мы столкнулись с огромным объемом информации, необязательной для выживания. Мы распознаем множество разнообразных сигналов. Человечество на протяжении всей своей истории фиксировало, делилось и обменивалось информацией. Цифровые технологии создавались для того, чтобы хранить и распространять информацию. Современная цивилизация – не что иное, как сумма цифровых данных. Как же информация стала цифровой? Чтобы показать, как все начиналось, мы возьмем вечный сюжет. Историю любви Ромео и Джульетты. Если вы юноша, представьте себя Ромео. А если девушка, вообразите себя Джульеттой. Знаменитые влюбленные как раз нашептывают друг другу нежные глупости. С научной точки зрения обмениваются вербальной информацией. Иначе говоря, слова поступают им в уши в виде звуковых волн, а нервная система транслирует их в мозг. Но встречи влюбленных рискованы. И с наступлением вечера приходится расставаться. Дома Ромео и Джульетты стоят друг напротив друга. Но молодые люди не могут вынести ни минуты разлуки. Влюбленные должны поторопиться, чтобы успеть вернуться домой. Если наши неразлучники не хотят попасться на глаза родителям, то что же им делать? Ведь телефон еще не изобретен. Мы увидим, как их желание быть вместе приведет к развитию цифровых технологий. Фонарики – единственные доступные им средства связи. Как же можно общаться с их помощью? Первый способ – чертить послание светом в воздухе. однако это не самый эффективный метод. С большого расстояния сложно понять, какую букву показывает собеседник. Легко ошибиться, имея дело с труднодешифруемым сообщением. Есть ли другой способ? А вот так маяки указывают судам путь и предупреждают об опасности. Они мерцают. Попробуем отправить сообщение, используя фонарик как маяк. Сначала мы должны соотнести каждую букву с числом мерцаний. Одно для А, 2 для Б, 3 для В и так далее. На Я фонарику придется мигнуть 33 раза. Это легко. Все, что требуется, включать и выключать фонарик. Но вскоре оказывается, что и этот метод непрост. Чтобы просто спросить, как твои дела, на кнопку придется нажать не менее 97 раз. Чтобы передать вопросительный знак, придется нажимать еще несколько. Что же нам делать, если мы хотим пообщаться с кем-то на расстоянии? Чуть более 200 лет назад, в 1791 году, в Соединенных Штатах Америки родился мальчик. Его звали Сэмюэл Финли Брис Морзе. Окончив Ельский университет, Морзе отправился в Лондон изучать искусство и прославился своими портретами. Знаменитый портрет генерала Лафайет работы Морзе по-прежнему украшает Нью-Йоркский сити-холл. Но какое отношение художник имеет к связи? Морзе изобрел сигнальную азбуку, позволившую решить для своего времени проблему дальней коммуникации. Азбука Морзе состоит из коротких и долгих сигналов из точек и тире. Сочетая два этих элемента, можно закодировать любую букву алфавита. Для фразы «Как твои дела?» вместе с вопросительным знаком хватит 31 сигнала. Переведя алфавит в такую форму, Морзе значительно упростил связь на длинных дистанциях. Гениальность его открытия особенно ярко проявилась в катастрофической ситуации. В апреле 1912 года в Нью-Йорк Таймс появилась ошламляющая новость. Сообщалось, что затонул «Титаник» знаменитый роскошный лайнер, шедший рейсом из Британии. Но прежде чем судно пошло ко дну, корабельный радист успел отправить сигнал бедствия азбукой Морзе. Сигнал принял радиооператору побережья Канады на острове Ньюфаундленд. Он и сообщил эту информацию репортерам. Главный редактор Нью-Йорк Таймс снабдил передовицу заголовком «Титаник» затонул через 4 часа после столкновения с айсбергом. Новость моментально облетела весь мир. Это стало возможным благодаря кодированию сообщений. Кодирование позволяет обмениваться информацией между людьми, между человеком и машиной и между машинами. Азбука Морзе это двоичный код, состоящий из точек и тире. Двоичный код, похожий на монету, с двумя сторонами, лежит в основе цифровых данных. Но почему именно двоичный код? Не проще ли было использовать десятиречную систему, привычную всем нам? Системы исчисления в большинстве культур основаны на пятерке или десятке, потому что у человека десять пальцев. Это вовсе не было законом природы. На самом деле, это очень субъективный выбор использовать именно десятку. В других системах, разумеется, считать пришлось бы иначе. Если бы у нас было восемь пальцев и мы привыкли к восьмеричному счету, мы записывали бы первые семь чисел примерно так же, как в десятичной системе. Но начиная с восьмерки, запись изменилась бы. А если бы мы были дельфинами, то для счета использовали бы только два плавника, то есть двоичную систему счисления. В мире двоичного кода существует только ноль и единицы. В разных системах одинаковые числа выражаются совершенно по-разному. Неужели можно описать мир таким примитивным кодом? Кодом, состоящим только из нулей и единиц, из включений и выключений. Позвольте задать неожиданный вопрос. Слышали ли вы историю о желтом носовом платке? Думаю, что слышали, ее знают все. Мужчина, который вот-вот освободится из тюрьмы, отправляет жене письмо. Он пишет, что если она готова принять его назад, пусть повяжет на одном из деревьев на окраине деревни желтый носовой платок. Она может только повязать платок или не делать этого. Иначе говоря, муж хочет услышать только «да» или «нет». Вопрос подразумевает двоичный код. Он не просит ее положить платок на землю, если ей нужно временно раздумья. Или повязать синий платок, чтобы остаться друзьями. И помните, как все кончается? Муж находит дерево сплошь в желтых платках. Он может не сомневаться в ее любви. Это убедительнейший ответ «да» на его бинарный вопрос. Самый прекрасный ответ на свете. В повседневной жизни двоичная система чаще всего встречается нам в штрих-кодах. Черный фон и белые линии штрих-кода обозначают нули и единицы соответственно. Их последовательностью записывается вся информация о товаре. При сканировании темные участки штрих-кода отражают меньше света, а светлые — больше. Так они преобразуются в единицы и нули. Помимо этого, человечество пытается использовать двоичный код для общения с внеземным разумом, который, возможно, существует где-то на просторах Вселенной. Послание Землян к космосу состоит из 1679 нулей и единиц. Его отправили 40 лет назад. Но даже сейчас радиоволны с этим сообщением летят сквозь пространство в надежде найти адресатор. Если эти 1679 символов организовать в 73 строки и 23 столбца, получится просто беспорядочный набор цифр. Но, будучи развернута по вертикали, послание обретает смысл. Мы видим пять химических элементов, необходимых для жизни, формулы шести молекул и их сочетания, двойную спираль ДНК и даже изображение человека. Но почему именно двоичный код? Потому что даже если у инопланетян четыре или семь пальцев и иная система счисления, они, скорее всего, поймут простейшую двоичную систему. Итак, двоичным кодом можно передать заверения в любви, сведения о товаре и даже послания внеземному разуму. Но и это еще не все. Увеличив количество битов, мы можем передавать не только числа, но и слова, изображения, звуки и даже фильмы. Цифровые технологии позволяют вдохнуть жизнь в аналоговые картины. Музыка и голос также поддаются цифровой записи. Как и кино в высоком разрешении. Различные формы цифровых коммуникаций окружают нас повсюду. Но это не означает, что цифровые данные лишь искусственное творение человеческих рук. В клетках нашего тела содержится молекула ДНК, хранящая генетическую информацию обо всей земной жизни. ДНК состоит из азотистых оснований аденина, тимина, гуанина и цитозина. Эти основания объединены в триплеты и составляют генетический код ДНК. 4 на 4 на 4. В теории ДНК может содержать до 64 аминокислот. Иными словами, ДНК хранит информацию в цифровом виде. Единственная разница в том, что вместо двоичного кода используется 64 числа представленные в четверичной системе. Давайте сравним цифровой и аналоговый подход на примере строительного чертежа. Чтобы создать аналоговый чертеж, надо нарисовать здание, похожее на то, которое будет построено. Карты также должны отражать географические особенности изображенных на них территорий. В то же время цифровое изображение можно представить как последовательность чисел. Первые два числа показывают расположение стен, третье число длину восточной стены, четвертое протяженность западной. Весь чертеж можно описать используя только числа. Лампочка может быть включена или выключена. Но, строго говоря, эти два режима не описывают всех состояние лампочки, ведь она разогревается постепенно. Между крайними положениями множество градаций яркости. Между нулем и единицей также находится бесконечное множество чисел. Однако, в цифровом кодировании они полностью игнорируются. Считывается либо значение единица, либо его отсутствие ноль. можно подумать, что из-за неспособности распознавать средние показатели, цифровые медиа не могут передать все детали. Однако, эта особенность их главное достоинство и уникальные отличительные черта. промежуточные значения всегда противоречивы. Их игнорирование при цифровом методе позволяет не опасаться сжатия или расширения кода. Цифровое кодирование позволяет переводить информацию в различные сигналы. Даже если при передаче произойдет ошибка, данные легко будет восстановить. В аналоговом сигнале каждый параметр описывается бесконечным множеством значений. Слово аналоговое происходит от греческого слова аналогия, означающего сходство. При цифровом методе информации напротив подается дискретно с ограниченным числом значений. Такой метод еще называют дигитальным от латинского дигитус, то есть палец. В цифровом методе используются только те числа, которые можно показать на пальцах. цифровой сигнал разбивает аналоговую информацию на мелкие биты, невоспринимаемые органами чувств. Два метода во многом различаются, однако нельзя сказать, что один из них превосходит другой. тем не менее основным способом хранения и передачи информации постепенно становится цифровой, благодаря удобству работы с цифровыми данными. Цифровая революция полностью перевернула нашу жизнь. Даже искусство мы стали воспринимать иначе. В аналоговую эру выбор музыки и подготовка к прослушиванию были целым ритуалом. Можно сказать, без них удовольствие было неполным. Однако с распространением цифровых технологий время, которое мы тратим на поиски музыки, заметно уменьшилось, как и размеры проигрывателей. Повлияли цифровые технологии и на способы общения. Когда вы последний раз писали кому-нибудь письмо? Вместо того, чтобы тратить на это время, а затем еще несколько дней ждать, пока письмо доставят, мы можем мгновенно отправить короткое текстовое сообщение. Круг общения заметно расширился. Другой вопрос, насколько глубоки эти новые привязанности. Чтобы найти нужную книгу, больше не требуется копаться в библиотеке. Перелистывать страницы толстых фолиантов крайне неудобно. а в небольшом электронном устройстве помещаются тысячи томов. Нет необходимости встречаться с человеком лично, чтобы вручить ему подарок. Наше устройство передает сувениры быстро и без проблем. Без сомнений человечество влюбилось в цифровые технологии. Жизнь в цифровую эру не ограничена пространством и временем. Многое из того, что мы делаем, существует не в реальности, а в виртуальном мире по ту сторону дисплея. теперь даже одежду не обязательно мерить. Необходимую информацию мы получаем нажатием одной кнопки. не покидая дивана мы можем посетить экзотические места, скажем, на юге Тихого океана. Однако и у самых поразительных удобных достижений науки всегда есть обратная сторона. Цифровые технологии не исключение. Каков на самом деле цифровой мир? и действительно ли мы стали свободнее? Или счастливее? Как же цифровые технологии захватили современную цивилизацию? вернемся к Ромео и Джульетте влюбленным испытывающим трудности с коммуникацией. Когда обнаруживается что они общаются по ночам то родители решают это пресечь. Молодые люди больше не видят окон друг друга и отстукивают послание азбукой Морзе. Сигнал поступает по линии соединяющей две комнаты. Это удобнее чем фонарики и намного проще скрыть. Но все тайное становится явным. Что если секрет влюбленных раскроется и их увезут так далеко друг от друга что никакой провод не сможет связать их комнаты. О, Ромео, где же ты? Как им преодолеть это препятствие? О, Ромео! Ответ мы найдем на стадионе. Во время эстафеты бегуны передают друг другу палочку не снижая скорости. Что если наши влюбленные установят специальное оборудование через каждые несколько сотен километров и поставят кого-нибудь управлять им? Джульетта отправляет послание. Оно поступает первому оператору, а тот передает его дальше. Используя систему коммутаторов, сообщение можно передавать на любые расстояния. Теперь ничто не помешает влюбленным поговорить. На полпути можно также установить усилитель тока. Электрический сигнал покрывает большее расстояние. Более того, если снабдить коммутаторы электромагнитом, смыкающим и размыкающим контакт, можно обойтись без оператора. Такому маршрутизатору не нужен человек-связист. Ему достаточно электричество. С его помощью можно достичь блестящих результатов. На основе такого устройства можно создать калькулятор или даже компьютер. Давайте попробуем вычесть три из семи с помощью калькулятора, сделанного из электроплаты релейного устройства. Сначала включаем рубильники, чтобы получить один 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 двоичную форму числа семь. Затем другие переключатели устанавливаем на ноль один один то есть три. Разность имеет вид единица ноль ноль в десятиричной системе ей соответствует четверка. Если подобной машиной управляет автоматика, а не человек, с ее помощью можно решать даже более сложные задачи. Попробуем сложить 125 и 2013. Сначала вводим число 125 в привычной нам десятиричной системе. Затем машина преобразует его в двоичный код. Теперь снова в десятиричной системе набираем 2013. Машина также подбирает ему двоичный аналог. После нажатия кнопки сложения релейное ЭВМ начинает вычисление быстро включая и выключая рубильники. Получившуюся сумму единица ноль 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 единица ноль единица единица ноль единица ноль компьютер преобразует обратно в десятиричную систему в число 2138. Вторая мировая война подхлестнула развитие цифровых технологий. Прежде рассчитать точность артиллерийского огня можно было не дальше чем на 200 шагов, а на сами расчеты уходило не менее 20 часов. Затем в 1946 году в США в университете Пенсильвании была построена огромная машина. Этот 27-тонный монстр по имени ЭНИАК стал первым электронным цифровым компьютером в мире. На расчет траектории артиллерийского снаряда ЭНИАК тратил всего 30 секунд. В секунду он мог совершить до 5000 операций сложения и до 357 операций умножения. Секретом быстродействия ЭНИАК были 18000 электронных ламп. Подобно вентилю, электронные лампы могут перекрывать поток электронов. Иначе говоря, они представляли собой коммутаторы, управлявшие интенсивностью электронного потока. однако такие лампы потребляли огромное количество энергии и очень быстро перегорали. К тому же они часто разбивались. Требовалось чем-то заменить ненадежные детали. Так появились полупроводники. Все началось в 1947 году, за два дня до католического Рождества. С этого момента полупроводники играют главную роль в цифровой революции. Трое американских исследователей из компании Белл создали на основе полупроводников устройство, получившее название транзистор. Полупроводниковый транзистор мог усиливать ток и управлять им подобно электронным лампам. Так на смену лампам пришли принципиально новые новые устройства. Так через 41 год после изобретения электронных ламп им на смену пришла новая технология. появление на рынке небольших транзисторных радиоприемников вызвало настоящий ажиотаж. Они ничем не уступали ламповым. К тому же в транзисторах не было хрупких стеклянных оболочек и вечно перегорающих нитей накаливания. Наконец в 1971 году появился первый настольный компьютер на транзисторах с теми же возможностями что и гигантские ламповые машины 20-летней давности. Даже Билл Гейтс признал транзистор величайшим изобретением человечества. Транзисторы это нервные клетки компьютера. Изобретение интегральных микросхем позволяющих разместить на одной плате миллиарды транзисторов ознаменовало начало новой цифровой революции. А если бы компьютеры были театрами машина 1971 года могла бы вместить 2300 человек. В современных системах уместилось бы все население Китая миллиард 300 миллионов человек. Мы можем найти любую необходимую информацию и мгновенно получить ее. Слово набранное в строке поиска преобразуется в электрические сигналы означающие единицы и нули. процессор настоящее скопление полупроводников опрашивает бесчисленные компьютеры и серверы и выводит результаты на экран. В наши дни сложно найти устройство не использующее полупроводники. Они присутствуют в компьютерах, сотовых телефонах, цифровых фотоаппаратах, холодильниках, телевизорах, автомобилях, роботах, самолетах, спутниках и кораблях. Полупроводники правят миром, а ими в свою очередь управляют комбинацией единиц и нулей. Нули и единицы настоящий цифровой мир. Вся информация цифрована и кому теперь нужно аналоговое пианино? Британская энциклопедия больше не издается в бумажном виде. Она выпускается только в электронном. Вместо того, чтобы пылиться на полках, книги, превратившиеся в мегабайты информации, хранятся на электронных носителях. Смартфоны, маленькие мобильные компьютеры стали элементом повседневности. цифровые устройства помогают нам справиться с препятствиями. Они переводят для нас. Они ведут нас запутанными лабиринтами улицы переулков, помогая добраться до нужного места, когда мы уже отчаялись его найти. В виртуальном пространстве мы можем испытать ощущения, которых никогда не получим в реальности. Можем мчаться на велосипеде по бездорожью, не вставая с дивана. Даже само наше воображение оцифровано. Миры, которые мы раньше могли лишь представить, сходят с книжных страниц. Как вам цифровой мир? О характере человека часто можно судить по его поступкам. Если человечество положило в основу современной цивилизации цифровые технологии, это многое говорит о человеческой природе. В то же время, компенсируя наши недостатки, новые технологии способствуют тому, что мы утрачиваем былые навыки. Мы не только ленимся совершить лишние движения, чтобы добиться цели, мы теряем искренность в общении. быстрые быстрые удобные цифровые устройства бесспорно подарили современному человеку свободу. Но это свобода не абсолютно. Мы зависим от машин. Мы привязаны к технологиям. цифровая эра позволила нам путешествовать, экономя время и деньги. Но не сведется ли все наше существование к приключениям на экране монитора. Мы преодолели расстояние, языковые барьеры, одиночество, научились вести сложные расчеты и обрабатывать большие объемы данных. Все благодаря свободе, обретенной с развитием цифровых технологий. Какие новые возможности они подарят вам? «Музыка» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok